Добрый день, уважаемые инвесторы! Мы с вами видим, что активность в условно-торговые дни, то есть 6 и 8 января, 7, как мы знаем, был праздник Рождество, все, чем торги не проводились, собственно, торговая активность в эти дни была на очень низком уровне, говоря как о рынке корпоративных рублевых бандов, так и о секторе госдолга. Собственно, ничего удивительного в этом нет, поскольку, скажем, многие профучастники подгадывают свои отпуска так, чтобы они совпадали с новогодними праздниками, заранее формируя бандовые портфели и в связи с этим активность еще какое-то время, несколько недель может после длинных новогодних праздников оставаться на низком уровне. С этим ничего не поделаешь, это рыночная психология, которая присутствует в секторе каждый год и, естественно, просто такое временное затишье, и после этого мы видим обычно на расстоянии как раз активности, интереса и на первичном рынке, и на вторичном рынке, так что ситуация вполне такая логичная и актуальная для данного временного отрезка. Смотря на российский рубль, мы видим, что национальная валюта 6-го числа же, первый торговый день после праздников новогодних ослабла по отношению к доллару США, курс доллара вырос и закрепился уже выше 33-рублевой отметки, курс евро, напротив, умеренно снизился, но все равно удерживается выше 45-рублевой отметки. А, собственно, ничего удивительного в этом нет, поскольку вот таким паническим атакам рубль был подвержен и в конце прошлого года, и присутствуют определенные факторы, которые могут привести к его ослаблению в течение вот предстоящего квартала. Здесь таких три основных момента. Первое – это возможное продолжение отзыва лицензии Центробанком у российских банков, что провоцирует напряжение на локальной арене, страх перед неизвестным, как мы знаем, это довольно-таки сильный страх, и участники рынка в этом случае часто расстаются с рисками и активами, в том числе и с национальной валютой. Во-вторых, это возможное ухудшение настроения на глобальных рынках. Пока довольно-таки спокойно отреагировали участники торгов на вести о сворачивании программы КУЕ в Штатах, но по мере дальнейшего урезания данной программы, соответственно, страхи могут нарастать, это может более драматично восприниматься рынками. Ну и прочие присутствуют также проблемы в Америке, это госдолг, в основном американцы здесь, основные законодатели сейчас информационного фона, естественно, все смотрят на них в основном. Ну и в-третьих, это слабая российская экономика, постоянно мы видим данные, выходящие хуже прогнозов, пока положительного тренда не наблюдается, это не прибавляет позитива национальной валюте, естественно, является для нее негативным моментом. Вот эти вот три основных кита, которые говорят все-таки за то, что рубль в предстоящем квартале ослаблен. Это основные события, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем спасибо за внимание, до свидания.